Всем привет! Сегодня мы рассмотрим достойный ноутбук под решение профессиональных задач и не только Lenovo IdeaPad 5 Pro. Выпускается он в 14-дюймовых и 16-дюймовых версиях и в различных конфигурациях на базе процессоров AMD Ryzen 5, 7, 9 и Intel. Производится как только со встроенной графикой, так и с дискретными NVIDIA GeForce MX450, NVIDIA GTX 1650 и RTX 3050. Во всех конфигурациях используется оперативная память DDR4-3200, распаянная на плате, объем которой может составлять 8, 16 или 32 гигабайта. У нас 16-дюймовая модель на базе AMD Ryzen 5 5600H с 16 гигабайтами АЗУ и дискретной графикой NVIDIA GTX 1650, что позволяет пользователю использовать данную машину не только в роли профессионального помощника при работе с графикой и кодами, но и для досуга. Поставляется как обычно в картонной коробке. В комплекте с ноутбуком имеется только адаптер питания на 135 Вт и документация. Lenovo IdeaPad Pro выглядит как самый скучный на свете ноутбук. Вот только приписку Pro он получил за дело. Серо-алюминий, прямые углы, минимум украшений. Он не самый тонкий и не самый легкий, но он хорошо спроектирован. Размер ноутбука вы видите сейчас на экране, а вес его 1,9 кг. Lenovo IdeaPad Pro не особо выделяется по дизайну на фоне других моделей своей линейки. Спереди расположен выступ для более удобного открытия. Основа корпуса за счет конструкции алюминия хорошо сопротивляется сгибу и давлению, так же как и рабочая поверхность. Шарниры отрегулированы и позволяют открыть крышку одной рукой, а также зафиксировать ее в любом положении. Но вот максимальный угол открытия составляет 160 градусов. Цвет корпуса называется Storm Grey. Клавиши окрашены в один тонн с палубой. Общую минималистичную концепцию дизайна корпуса нарушает разве что набор разноцветных наклеек слева от тачпада и металлическая окантовка логотипа Lenovo справа. Качество корпуса отлично. За счет использования алюминия в качестве материала изготовления корпус получился очень качественным внешне и на ощупь. Из пластика выполнена только рамка дисплея и накладка шарнира крышки. На алюминиевом корпусе ноутбука легко остаются следы от рук. Если стереть отпечатки пальцев не составляет труда, то полностью избавиться от разводов куда сложнее. На нижней части ноутбука разместились резиновые ножки, а также вентиляционные отверстия для работы системы охлаждения. Что касается боковых сторон, то передние и задние лишены каких-либо портов или вентиляционных отверстий. Все порты расположились с левой и правой стороны корпуса. Набор портов зависит от выбранной конфигурации. Версия с дискретной видеокартой имеет проприоритарный разъем питания на левой стороне корпуса, в то время как версия без дискретной графики такого разъема не имеет. Вместо него посажен USB Type-C. При этом версия с дискретной видеокарточкой также поддерживает зарядку через имеющиеся USB Type-C. С левой же стороны расположились специальный прямоугольный разъем для 135-ваттной зарядки, индикатор зарядки, HDMI, USB-C и 3,5-мм комбинированный аудиоразъем для подключения наушников и гарнитуры, а также небольшой динамик, который расположен на скошенном ребре. С правой боковин индикатор питания, SD-карт-ридер и два разъема USB Type-A. Пластиковая рамка вокруг дисплея довольно тонкая. В верхней части ее расположилась тоненькая глянцевая поверхность с небольшой камерой на 1 Мп, служащая для видеозвонков, а также для идентификации по лицу. Механической заслонки для отключения камеры нет, но это решается установлением Lenovo Vantage. В приложении можно следить за состоянием ноутбука, обновлять драйвера, а также включать или отключать ненужные устройства. Качество изображения у инфракрасной камеры в 1 Мп посредственная. Видео пишется в HD-качестве. На рабочей поверхности 16-дюймового ноутбука расположилась полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и крупными стрелочками. Ее клавиши имеют тугой и приятный ход. Снабжены ярко-белой подсветкой. У световой подсветки имеются два уровня яркости. Кнопка включения вынесена за пределы клавиатурного блока. Сама клавиатура удобная. Клавиши для удобства слегка скруглены снизу. Тачпад у этой модели большой. 12 на 7,5 см. Он не скрипит и не люфтит. И вполне комфортный для работы. Встроенные клавиши нажимаются в нижней части сенсорной площадки. Смещен он влево. Кому-то это может показаться непривычным и неудобным. Чувствительность и точность передвижения курсора высокая. Вопросы вызывает лишь качество пластикового покрытия тачпада и механизма встроенных клавиш. Подобный уровень исполнения зачастую встречается в более бюджетных ноутбуках. На верхней части на всю длину растянулась тонкая линия отверстий для динамиков с поддержкой функции Dolby Audio. Звук, как по мнению, достаточно громкий. Осы отсутствуют. Звучание в целом тянет на троечку. Дисплей. В 2021 году наметился новый тренд. Переход с 15 на 16 дюймов. Lenovo Audio Pad 5 Pro получил по-настоящему царский 16-дюймовый дисплей с матрицой IPS и соотношением сторон 16 к 10. Экран занимает более 90% активной площади панели. Разрешение дисплея составляет 2560 на 1600 точек. Помимо этого он с антибликовой поверхностью и яркостью 350 нит. Покрытие цветового пространства sRGB 100%. Покрытие цветового пространства NTSC 72. Несмотря на 16-дюймовый дисплей, IdeaPad 5 Pro можно назвать компактным. Он весит менее 2 кг и влезает в любой рюкзак. Рассчитанно на 15-дюймовый ноутбук. Частота обновления изображения составляет 120 Гц, но при этом в настройках ее можно опционально заменить и на показатель в 60 Гц. Высокая частота обновления будет полезна как в играх, так и при скроллинге контента в сети. За счет высокой частоты обновления все анимации и движения на экране выглядят очень плавно и быстро. Время отклика хорошее, даже по меркам игровых ноутбуков. За счет хорошей яркости матового покрытия читабельность экрана на улице довольно хорошая. Экран отличный, большой, четкий, с хорошими углами обзора. Вместо сканера отпечатка пальцев тут применяется инфракрасная камера Windows Hello для разблокировки по лицу. Она не слишком привередлива к углу обзора и освещению и быстро срабатывает. Новый IdeaPad 5 Pro поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Конфигурация Lenovo IdeaPad 5 Pro оснащается процессором AMD Ryzen 5 5600H с интегрированным графическим ускорителем Radeon Graphics и дискретной видеокартой NVIDIA GTX 1650 на 4 ГБ. На борту имеется 16 ГБ оперативной памяти DDR4, распаянных на плате в двухканальном режиме. Апгрейд Азу невозможен. В играх дискретная видеокарта показала себя только с хорошей стороны. За счет NVIDIA GTX 1650 ноутбук способен осилить даже современные игры в Full HD, причем обычные на высоких настройках графики. Для более высоких разрешений 2К, 4К эта видеокарта уже не подходит. Даже при длительной нагрузке производительность видеокарты не снижается. Она снижается только при питании от батареи на 19-20%. Система охлаждения Adiapad 5 Pro на 16 дюймов состоит из двух вентиляторов, двух теплотрубок и двух радиаторов. Холодный воздух засасывается снизу, а горячий выдувается на экран. Для проверки системы охлаждения применялся стресс-тест в программе AIDA. В состоянии простой или минимальной нагрузки охлаждение работает бесшумно или очень тихо. При высокой нагрузке Adiapad 5 Pro очень быстро начинает шуметь. В стресс-тесте при использовании режима «высокая производительность» шум от системы охлаждения достигал 50 дБ. То есть, если захотите на нем поиграть, то стоит обзавестись наушниками. Открытие крышки воспринимается ноутбуком как нажатие кнопки питания, что даже выключенный компьютер оказывается готов к работе за 5-10 секунд. Операционная система на SSD запускается моментально. Для хранения данных владельцу лаптопа предлагается использовать быстрый SSD-накопитель Samsung PM981A объем на 512 ГБ. Фирменный блок питания поддерживает быструю зарядку. Презводитель обещает 3 часа работы за 15 минут у розетки. Аккумулятора хватило на 4 часа просмотра видео на YouTube в качестве HD при 120 Гц и яркостью дисплея 75%. При включенной же опции «Режим сбережения энергии» автономная работа с документами и почтой составляет от 7 до 9 часов, в зависимости от количества задач и активности. В режиме же максимальной производительности устройство может разрядиться и за 1,5 часа. По итогу, на одном полном заряде ноутбук продержится 6-8 часов при просмотре контента с перерывами на браузер или работе с документами. В тяжелых задачах аккумулятор сядет за 2-3 часа. Так что если вы берете ноутбук на вынос, так сказать, не стоит забывать зарядку дома. Подведем итоги. Lenovo IdeaPad 5 Pro отличается от Lenovo IdeaPad 5 ровно настолько, насколько и должна отличаться Pro-версия от обычной. У IdeaPad 5 Pro более качественный дисплей, выше производительность и алюминиевый корпус. IdeaPad 5 Pro – классическая рабочая лошадка для тех, кто постоянно работает с монтажом небольших роликов для социальных сетей, программирует или занимается графическим дизайном. Тянет ноутбук как киберспортивные игры, так и довольно требовательные новинки. Минусы – это слабые динамики, нет разъема под ландпорт и распаянное на платье азу. Одним из оппонентов данной модели выступает Honor MagicBook Pro. На его лайт-версию, так сказать, я не так давно делал обзор. Ссылочку оставлю в описании. Там же в описании найдете ссылочку на мой телеграм-канал, где я выкладываю промокоды и купоны, чтобы покупки на Алиэкспресс выходили вам дешевле.